Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Другая жизнь с Марина Кью. Меня зовут Марина и у меня ежедневный влоговый канал о нашей жизни в Америке. Видео у меня разноплановые, преимущественно влоговые, но так как я с моим мужем, американцем, познакомилась именно на сайте знакомств, у меня есть много видео именно в этой тематике. Сегодня я бы хотела с вами поговорить исключительно о фотографиях. Под одним из моих последних видео, видео мы записывали с Анной, она владелица брачного агентства знакомств. То есть я познакомилась с мужем на сайтах знакомств, я специализируюсь, я могу так сказать, да, оказываю помощь девочкам, женщинам, которым интересны сайты знакомств. Так вот, сайты знакомств и агентства знакомств – это два разных уровня. И когда мы делали видео с Анной, она озвучила некоторые моменты. Если вы вдруг еще не видели это наше видео, я вам оставлю ссылочку, обязательно посмотрите. Да, Анна озвучила некоторые моменты, то есть что ей, мужчины, которые к ней обращаются, у них есть определенные запросы, то есть мы это с ней озвучили, да, и мы подняли вопрос, то есть за фотографией, что фотографии должны быть хорошего качества, фотографии должны быть интересные, то есть что фотография – это ваша, ну скажем так, визитная карточка. Именно фотографии видят в первую очередь мужчины, которые обращаются к Анне, да, у нее тоже есть как бы своеобразный каталог. Кстати, надо уточнить маленький момент, да, когда мы делали видео с Анной, это уже было несколько недель назад, тогда Анна для подписчиц моего канала сделала акцию. Пакет стандартный у нее, она тогда предлагала совершенно бесплатно. Но, то есть сейчас эта акция уже закончилась. Анна набрала тоже, там определенное количество женщин к ней обращалась, кого-то она откидывала, она просто не могла взять в этот формат, так как у нее все равно есть определенные критерии. Но также она и взяла в работу, ну, многих женщин, тоже сказала, что были очень интересные женщины. Также у Анны есть VIP-формат. VIP-формат у нее стоит 400 долларов. Сколько стоит стандарт, не знаю. VIP-формат у нее стоит 400 долларов. С этими женщинами Анна, конечно, работает более целенаправленно, и она с ними выходит чаще в общение, чтобы узнать их лучше и иметь возможность порекомендовать ту или иную женщину конкретному мужчине, да, учитывая именно его запросы. Поэтому, конечно же, VIP-су Анны, она сама сказала в этом видео, идет в приоритете. Также вот есть у нее пакет стандартный. Кому интересно, можете сейчас обращаться тоже к Ане, отправлять ей свои заявки. Но если вы соответствуете определенным критериям, эти критерии начинаются даже вот элементарно, просто с фотографий. Почему, да? То есть фотографии, которые могут, в принципе, подойти для сайта знакомств, учитывая, что там немножечко другой контингент мужчин, они совершенно не подходят для агентства знакомств, где мужчины совершенно другого уровня. Пожалуйста, девочки, женщины, обращайте на это внимание. Я видела тоже фотографии, которые получала Анна. Работайте над своими фотографиями. Нельзя так вот сделать фотографию селфи вообще ни о чем и потом говорить, ну вы же говорили, что фотографии должны быть естественными. Естественность, ну как бы, скажем так, имеет какие-то свои, я не знаю, ну ответвления, что ли, да. Смотрите, вот я сейчас, я считаю, да, что я выгляжу естественно. То есть у меня легкий макияж, я, у нас, в принципе, еще утро, да, сколько у нас вот здесь, 9.30 утра. Но я уже проснулась, да, скажем, выгляжу более-менее нормально, вышла бы к вам записывать видео. Но если бы я делала фотографии, вот в таком бы виде я бы фотографии не делала. Я бы, наверное, все-таки над собой бы поработала. Я бы себе сделала букладочку, я бы сделала себе, может быть, немножечко макияж ярче. Даже если бы я его оставила таким, я бы поработала бы над своим внешним видом, да, то есть над стилем одежды. К примеру, вот сегодня утром я сделала такой маленький экспериментик, да, и показала, сделала пару фотографий, сейчас я вам здесь монтирую и покажу, почему именно такие фотографии, потому что Анна получала именно такие фотографии. Даже если бы я получила вот фотографии такого рода для обычного сайта знакомств, я бы тоже женщине сказала, что однозначно нет. То есть такие фотографии мы не выставляем. Вот на такие фотографии придут мужчины совершенно низкого уровня. То есть на сайтах знакомств мужчины разные, уровень разный. То есть я познакомилась с моим мужем на сайте знакомств, но вот если бы я выставила бы вот такую фотографию, да, она естественная, но над естественностью тоже можно поработать. К примеру, да, давайте вот поэтапно расскажу. Вот фотографии, которые я сделала рано утром, я только провела детей в школу, отправила мужа на работу, вот получила вот это как раз сообщение, почитала, да, что насчет того, что я говорила раньше, за естественность. И думаю, так, надо сделать видеоформат, есть время, буду делать. Итак, вот фотографии, да, то есть я только проснулась, там буквально час назад, вышла, сделала фотографии без мейкапа, без настроения, ну вообще, то есть ничего. Затем, когда я говорила там за естественность, да, я имела в виду не накладывать маски, никакие, не обрабатывать фотошопом, это не нужно. Если фотографии хорошие, то вам фотошоп просто будет не нужен. Ну вот, к примеру, да, так как ко мне тоже разные обращались девочки фотографии, я тоже разные видела и видела вот просто явный фотошоп. Вот примерно такой, как я сделала вот эти, да, несколько фотографий. То есть фотографии, сделанные в одно и то же время, с разницей там буквально в одну-две минуты. Вы видите разницу. И разумеется, то есть мужчины, они скорее всего напишут вот девушке второй, да, потому что она такая более, ну не знаю, там привлекательная, что ли, да. Но умный мужчина, он, конечно, сразу увидит, что это фотошоп. Ну и это фотошоп, который я сделала, да, это обычная маска, самый такой дешевый вариант. Есть девочки, которые действительно есть разные программы. Кто-то может это делать самостоятельно, может отфотошопить свои фотографии, где-то выравнивают себе лицо, где-то себе убирают пару килограмм. Кто-то для этого обращается к профессионалам. Вот когда я говорила, что фотографии должны быть естественные, это не надо нигде ничего себе корректировать. Вот если у вас там фигура, я не знаю, ну вот у меня там фигура сейчас сколько там, ну может быть там 105-70, ну сейчас-то уже у меня аж не 70, у меня аж уже шестой месяц беременности. Ну было у меня там, да, там по-моему 73, и там бедра у меня сколько были, там не знаю, 98, да. То есть не нужно делать из себя 90-60 на 90, да, то есть путем убрать, здесь подкорректировать в какой-то программе. То есть естественность это то, какая вы сейчас и в спортивной форме тоже. Естественность это не накладывать себе там какие-то маски, не фотошопить, не подрисовывать себе ресницы. Просто сделать себе красивый, грамотный макияж, обратиться в конце концов за помощью, но я считаю, что сейчас это могут, мы можем все это сделать, да. И подумать, продумать локацию, где бы вы хотели сделать фотографии. Сейчас я вот хочу, когда закончу это видео, я пойду себя приведу немножечко в порядок. У меня, кстати, сегодня у сына, у моего, у Романа, у него будет вот день рождения скоро, и мы решили пойти сегодня вместе поужинай, то есть сделать ему тоже такой подарок, он выберет ресторан, где мы хотели покушать. То есть у меня есть такой прям вообще замечательный повод. Вот я сейчас сделаю себе мой кияж, сделаю себе укладку, костюмчик себе подберу и сделаю вот несколько фотографий. Но опять, да, девочки дорогие, вы мне дайте скидку, учитывая мое положение, да, что я там где-то не могу подтянуть все-таки животик уже. И вам просто, да, вам нужно где-то подработать, где-то нужно нам порой подтянуть животик, чтобы чуть-чуть там красиво, да, где-то спинку выровнять, где-то плечики там расправить. То есть нужно посмотреть, обратить, разумеется, на это внимание. Вам не нужны для этого профессиональные фотографы, достаточно подружек, достаточно там, не знаю, ребенка, если он у вас взрослый. Вот у меня есть, например, девочка, ей ее дочь делает замечательные фотографии, девочке 18 лет, женщине 44, она очень стильная, очень классная, у нее безумная классная энергетика. И фотографии, просто с дочкой пошли, по городу гуляли, где-то фонтан, где-то какое-то красивое место, и дочка делала ей фотографии. Фотографии шикарные, яркие, красочные, именно такие фотографии и привлекают мужчину. Я вот не имею сейчас возможности где-то прогуляться, да, но мне ведь и не нужны фотографии для сайта знакомств. Я вам сделаю пару фотографий, просто вот у меня здесь дома на веранде. Вы можете выбрать, вы знаете свой город, где у вас красивые места, где у вас, ну, можно сделать такие классные, удачные фотографии. Просто, чтобы был визуал очень красивый. Ну и, разумеется, поработать над собой, над своим стилем. То есть подберите, возьмите с собой несколько комплектов одежды, прогуляйтесь, да, там, с подружкой, создайте себе классное настроение, просто пофоткайтесь. Вот что я имела в виду, когда я говорила, и Анна тоже, что за качественные фотографии. Серьезно, когда присылают фотографии вот тут вот там с капюшоном, да, мне потом подкорректировали, что там Анна сказала, что там была какая-то фотография, там женщина была в бейсболке. Мы все с вами понимаем, что все равно можно, мы ведь не видели с вами эту фотографию, да, там ты можешь быть в бейсболке, но у тебя там красивый топ, там лица может быть особо и не видно, но все равно видно, да, там какие-то очертания, видна фигура. Ну, я не знаю, там что-то там явно было, раз мужчина обратил внимание именно на эту фотографию. То есть, значит, что-то там действительно привлекало. Я не думаю, что там на фотографии, ну, это в моем, да, представлении, что на фотографии была там бейсболка, там опущенная и все, больше ничего не было видно, да, вот. То есть, я думаю, что не такого рода была фотография. Но поэтому все равно нужно работать над фотографиями. Скорее всего, вам придется сделать 100 фотографий, и только на одной вы себе действительно понравитесь. Я это тоже понимаю. Кто-то мне говорит, что вот я не фотогенична, я тоже себя никогда не считала особо фотогеничной. Часто получаю там комментарии, там, относительно моей внешности тоже. Я уже к этому давно привыкла. Я скажу сразу, я признаю факт, что я там, я не знаю там кто, не Деми Мур. Я не знаю, мне, кстати, безумно нравится Деми Мур или там не Николь Кидман. То есть, я признаю этот факт, я абсолютно с ним согласна. Я знаю, что есть женщины с более правильными чертами лица. Кто-то обращается там к хирургу за помощью, у кого-то Бог, скажем так, да, так наградил генетика. Но я всегда за то, что красота, вот именно красота правильная, там, правильные черты лица, это не самая важная жизнь. Немного красивых женщин, но при этом они одиноки и глубоко несчастны. Много женщин обычных, стандартных, скажем так, да, но при этом они счастливы в своих отношениях. Есть тоже, есть женщины разные, которым, ну, даже, вот скажем так, ну, не повезло там, вот, к примеру, да, там, кто-то там за нос цепляется, у кого-то уши великоватые, у кого-то там как-то прикус какой-то неправильный. Но при этом им это не мешает действительно встретить своего человека, они создают семьи, у них замечательные дети. То есть красота это вообще ни о чем. И мы ведь с Анной тоже в этом видео сказали, что она не ищет девочек модельной внешности. Ко мне тоже женщины обращаются абсолютно разные. Я тоже не говорю, да, я никогда не говорю женщине, например, что вот, ну, как бы, ты там не очень красивая, тебе вообще не нужно идти. Хотя мне в свое время сказали, да, что, Марин, даже не пытайся с сайтами знакомств. Я считаю, что в каждом человеке есть какая-то изюминка, в каждой женщине. С возрастом мы начинаем себя любить, ценить больше. Мы умеем, мы учимся скрывать свои недостатки и подчеркивать свои достоинства. Большинство из нас это умеют. Я точно так же, как и вы, да, у меня большой круг знакомых сейчас женщин, учитывая то, что я помогаю, да, многими, тоже ко мне обращаются разные женщины. Обращается вот девушка довольно-таки симпатичная. Кстати, сделаю тоже видео, она мне писала письмо, просила тоже совета. Там вообще просто потолок, стреляйся, как говорится, да. Но у женщины вот эта вот конкретная цель, хочу в Америку, и она закрывает глаза вообще на многое. Я сразу почувствовала какую-то вот неуверенность в этой женщине. Думаю, как вообще женщина на такое предложение от мужчины может согласиться. Я вышла с женщиной, да, вот в видеоформат. Буквально с первых минут общения я уже поняла, насколько она в себе не уверена. Причем внешность у нее довольно-таки обычная, простая, но она может быть интересной. Просто женщина над собой не работает. Вы понимаете, мужчины, они считывают эту энергетику. Есть тяжело, тяжело все равно общаться с людьми, которые находятся совершенно на другом континенте, да. Вы используете для этого только видеоформат, но все равно даже эта возможность уже говорит об очень многом. Более регулярное общение тоже говорит об очень многом. И вот есть те моменты, когда ты с первых секунд ты понимаешь, что нет. Вот я, когда пообщалась с этой девушкой, мне ее искренне жаль. Мне жаль, я считаю, что она может себе сделать очень много неприятностей в жизни, если она не начнет работать над собой, над своими мыслями, над своим ростом. Если у нее будет только это, вот как с ее слов, просто желание переехать в Америку, у нее здесь будет очень тяжелая жизнь. Она себе не представляет просто, какие неприятности здесь, в Америке, она может вляпаться. Но об этом, да, я сделаю другое видео, посвящу вот именно тому письму, которое она мне написала. Вы тогда увидите, вы поймете сами, дорогие мои женщины, да, то есть, что люди есть разные. Женщины есть разные, мужчины есть разные. Каждый ищет что-то свое, как на сайте знакомств, так и те мужчины, которые обращаются в агентство. И мы с вами, у нас тоже есть с вами определенные запросы. Поэтому я всегда говорила в видео, что перед тем, как искать своего мужчину, начните сперва работу над собой. Если у вас есть какие-то стандарты, да, определенные, которые вы хотите видеть в этом мужчине, посмотрите на себя, задумайтесь, а соответствую ли я вот этим стандартам, этим запросам. Вот мужчина такого плана, он мной заинтересуется, я ему могу в этом плане, ну вот чтобы он действительно подумал, что да, вот это та женщина, буду ли я ему интересна. Потому что у нас много-много-много требований к мужчине, а мы при этом ничего ему не можем предоставить, даже хороших фотографий. Начнем базово, даже хороших фотографий. Все равно мы все с вами, все одинаковые, мужчины и женщины, мы любим глазами. Первое наше, это визуал, да, мы видим фотографию и мы уже думаем, вот этот интересный мужчина, этот не очень. Этот какой-то вообще слишком смазливый, не хочу на него смотреть, это точно с камер. А этот какой-то там слишком толстый, неопрятный, еще там какой-то, да, то есть визуал есть визуал. Поэтому мы работаем сперва над визуалами. Фотографии, это ваша первая визитная карточка. Потом уже анкета, которая у вас составлена, я помогаю, да, например, составлять анкеты. И дальше уже это ваше общение. Именно в этот момент мужчина и будет видеть вас настоящую. Да, там есть ли какие-то первые форматы общения, мы где-то нечестны даже сами с собой. Мужчины точно так же, да, нечестны даже сами по отношению к себе, то есть пытаются казаться лучше, чем они есть на самом деле. Через какое-то время тоже проходят какие-то события, какие-то ситуации в жизни, рассказывают, делятся, да, друг с другом. И ты уже начинаешь понимать, что соответствует ли мужчина тому вообще, да, заявленному образу, либо нет. Поэтому здесь очень важно и ваше умение общаться в будущем. Но самое первое, как бы там ни было, это фотографии. Поработайте над своими фотографиями, уделите им время, чтобы создать хорошие фотографии. То есть сейчас, как я вам и обещала, я поработаю немножечко над своим образом и сделаю пару кадров, добавлю их тоже в этом видео. Также покажу вам те фотографии, которые у меня были на сайте. Знакомств, фотографии, которые мне тоже делала подружка. У меня тогда совершенно не было настроения, она меня там тоже немножечко развлекалась. В принципе, я считаю, что фотографии получились, ну, в принципе, нормальные, интересные. Я тогда к ней прилетала в Мюнхен, и я была 10 дней, и вот в течение этих 10 дней мы там где-то ходили, развлекались, да, и вот она мне тогда поделала эти фотографии, помогла. И то я бы сказала бы, что для агентства знакомств вот эти бы фотографии, я считаю, что они бы не дотягивали. Вот для уровня тех мужчин, которые обращаются к Ане. Я бы, наверное, над ними бы поработала, поработала. Но при этом я бы их оставила естественные. Я бы не добавляла бы фотошоп, чтобы вы понимали. Мы можем, вот, зависит от локации, зависит от времени, да, там, от времени года, от времени дня даже, да, то есть какие фотографии сделать, как падает свет в конце концов. То есть это очень-очень важно, чтобы вы прям там не жмурились, если это прям на солнце, да, вы пытаетесь сделать. То есть подобрать такое время, когда и хорошее освещение, и вы будете выглядеть вот не зажмуренной, да, какой-то, не будете сильно в тени находиться, чтобы было все-таки видно хорошо ваше лицо. Поработайте, поработайте в этом направлении, подумайте, как вам сделать хорошие фотографии, если вы пытаетесь заинтересовать действительно серьезного мужчину. От себя лишь добавлю, если вдруг вам Анна отказала по тем или иным причинам, то есть это ее право, это право тех мужчин, которые к ней обращаются. У них есть свои определенные стандарты. Опять-таки, да, дополняют уже, там кто-то был, а что, женщина не имеет права отказаться? Я вообще не понимаю, почему кто-то принимает такие решения, да, то есть мы с Анной сказали, что да, попадают базы женских анкет ее агентства, мужчина выбирает, мужчина там заинтересовывается некоторыми женщинами, потом они организовывают встречу. Разумеется, у женщины есть право сказать нет, точно так же. Не понравился мужчина, мы просто с Анной всегда говорим за что. Я говорила в своих видео раньше, еще до знакомства с Анной, потом вот мы с Анной записывали видео, я всегда говорила о том, что надо давать шанс каждому мужчине. Просто сделать оценку по фотографиям, да, там, ну вот, мне не нравится, там, уши у него торчат, или там, брови у него немножечко разного, не знали, там, лысоватый он, да. Дайте возможность мужчине проявить себя, его качество. Если вам не понравится, там, как он ведет себя, как он с вами общается, может быть, как-то там с высока вам покажется, или, ну, просто там где-то неуважительно, вас никто не обязывает общаться с этим мужчиной дальше. Точно так же вы говорите нет. В этом плане сайты знакомств работают точно так же. То есть вы начинаете знакомство, вам не понравился мужчина по тем или иным причинам, вы всегда ему можете сказать нет. В агентстве точно так же. То есть, да, скажем так, предложение будет звучать от мужчины. То есть, ну, женщины не скажут, да, там, слушай, выходи за меня, возьми меня в жены, да. То есть, понятно, это решение такое вот серьезное будет все равно принимать мужчина. Он пообщается, там, возможно, с несколькими женщинами. Точно так же, как и на сайте знакомств. Мужчины тоже общаются с несколькими женщинами. Затем кто-то ему нравится больше, кто-то нравится меньше. С кем-то общение сходит на нет, с кем-то, наоборот, развивается более интенсивно. Затем они решают, вот, встретиться, там, первая встреча. И затем, там, скажем, да, мужчина делает предложение. И если женщина не уверена по тем или иным причинам, вы всегда можете отказаться, вы всегда можете сказать нет. Вас никто не заставляет тогда ехать на эту первую встречу. Если, скажем, вы ведете, там, видеоформат общения, и вы понимаете, ну, нет, вам мужчина это не подходит. Вы бы не хотите узнавать больше. То есть, скажите, что, ну, как бы, я не заинтересована, да, вот, там, какие-то, какие-то моменты меня не устраивают. Точно так же, как и с сайтами знакомств. Если мужчина готов к вам приехать, вас это еще ни к чему не обязывает. У меня есть тоже, вот, девочки, которые тоже встречались. Одна девочка мне вообще сказала, что, вот, в общении в видеоформате все, в принципе, было нормально. А когда они встретились вместе, она говорит, я уже через 15 минут, говорит, поняла, что это вообще не мой человек. Говорит, вот, походка меня начала разгрожать. Я говорит, ну, вот, все. Хотя, говорит, в видеоформате не было, там, каких-то, да, там, бабочек, скажем так. Но мужчина был достаточно интересный, она хотела с ним встретиться. И при том, это была уже не ее первая, не первая встреча для нее вообще, да, вот, там, на сайте знакомств у нее уже был какой-то опыт. Вот, и она говорит, конечно, здорово, что мы с этим мужчиной договорились встретиться лишь на два дня. То есть, да, все было уважительно, там, они тоже там вместе походили, погуляли, но они расстались. То есть, никто никому ни к чему не обязывает. Хотя она, конечно, этому мужчине понравилась. У женщины точно такое же право выбора, как и у мужчины. Все. Так, давайте я вам сейчас, наверное, быстренько сделаю фотографии, поработаю, да. Надеюсь, что это видео было вам интересно и полезно. Я всегда вот удивляюсь тому факту, да, что мы просматриваем одну и ту же информацию, но каждый эту информацию воспринимает через какую-то свою призму, да. О том, что фотографии должны, когда я говорила, с Анной мы говорили, что фотографии должны быть естественные. Мы даже не предполагали, что кто-то воспримет эту информацию вот именно так. Да, я за естественность. Я всегда говорю, что я за естественные фотографии. Но я здесь подразумеваю, да, тот момент, что не нужно их обрабатывать в фотошопе. Не нужно себе пытаться убрать там на этих фотографиях 10-15 лет. Я тоже, да, вот рассказывала, и мне там приводили в пример, что когда женщина обратилась ко мне, что она на сайтах уже какое-то время, есть активность, мужчины ей пишут. Но после первого видеообщения они пропадают. Первое, что я ее попросила, показать мне фотографии, которые у нее есть на сайте знакомств. И как только я их увидела, я у нее тогда спросила, а вы не можете сами, вот вы взрослая женщина, да, ей там сколько было, 44 года. Я говорю, вы не можете, я говорю, сами вот здраво ответить себе на вопрос, почему мужчины обращают внимание на фотографии, но после первого же видеообщения, не один, не два, а много, да, мужчин, они просто пропадают. Нет, она не смогла. Я ей говорю, ну обратите внимание, посмотрите, я говорю, вот вы со мной вышли в формат, как вы выглядите сейчас, и как выглядит эта женщина, которая на ваших, в вашей анкете, на фотографиях. Мне, конечно, она сказала, что она подыскивает, она хочет мужчину состоятельного, обеспеченного, ну и в общем, да, все в таком плане. Мужчина состоятельный, обеспеченный, он потянет вот эту женщину, которая на фотографиях, он хочет эту женщину, которая на фотографиях. На этой фотографии женщине максимум лет 30, она шикарная, видно, что там фотошоп, но мы просто не все догадываемся, насколько фотошоп порой может действительно изменить внешность. И поэтому либо мы соответствуем вот именно этой фотографии и этой отфотошопленной женщине на регулярной основе, что я лично считаю просто невозможно, либо мы тогда не удивляемся, почему у нас не получается, почему мужчины затем просто пропадают после первого же общения. Потому что они пишут этой женщине, они хотят увидеть эту женщину, к ним приходит совершенно другая, она другая, да, женщина, она хорошо выглядит на свой возраст, но это не вот эта вот женщина, которой 30 лет, это вот женщина, которой 45. Эта женщина тоже, она ухоженная, но она не шикарная, как вот эта была на фотографии. И, собственно, поэтому здесь и очевиден, да, ответ вот именно в той ситуации. Фотографии должны быть хорошие, но их не нужно стараться просто усовершенствовать до той грани, когда вы перестаете быть сама собой на этих фотографиях, понимаете? Ладно, надеюсь, что я смогла донести суть всего фотографии, видео для фотографии заняло у меня очень-очень много времени. Быстренько сейчас еще подготовлю себе образ, ну, немножечко попозже, да, уже туда ближе к вечернему времени, когда мы будем собираться. Сделаю вам фотографии, надеюсь, что вы увидите разницу и поймете, какого все-таки рода фотографии вам нужно делать, либо для агентства знакомств, либо для сайта знакомств. И, да, то есть не все мужчины готовы обратиться в агентство знакомств, не у всех есть для этого возможности. Скажу честно, мой бы муж не потянул бы, мой бы муж бы не потянул, и он бы не обращался бы в подобное агентство, но при всем при этом он замечательный, хороший человек, у нас хороший достаток, у нас замечательная семья. И познакомились мы с ним на сайте знакомств. Если вам нужна помощь с сайтами знакомств, я вам готова в этом помочь. У меня есть еще, скажем так, я сейчас на шестом месяце, да, вот, ну, 7, 8, 9, в общем, месяца 4 у меня еще есть, когда я смогу активно помогать. А затем, конечно, посмотрим тоже, когда родится малыш, когда мы войдем вот в привычный, да, график, как у меня получится, буду помогать, не буду помогать. В любом случае на моем канале будет оставаться видео, и просмотрев эти видео, я надеюсь, что вы найдете там ответы на все свои вопросы. Все, всем большое спасибо за ваше внимание, хотела бы с вами теперь попрощаться, ну и, как всегда, увидимся с вами в моих следующих видео. Пока-пока. Не забудьте поставить комментарий и написать номер 1, 2, 3, или, возможно, вам понравилась вот эта девушка, номер 4. Лично мне здесь понравилось множество образов, где-то свет удачный, где-то не очень, но я бы вам хотела показать, что в каждой из этих фотографий на данный момент присутствует определенная эмоция. Нет усталости в глазах и чувства безысходности. Есть легкость, уверенность и то самое чувство, когда именно эту женщину хочется узнать немножечко лучше. А свое мнение вы можете оставить в виде комментариев под этим видео. На сегодня я с вами прощаюсь и увидимся с вами в моих следующих видео. Надеюсь, это видео было вам полезно. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok